МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комсомолу 100. Активисты Бавройска присоединились к празднованию вековой даты. Комсомол, это гордость моя! Кого наградили? Военный квест. 147-й зенитный ракетный полк вновь стал площадкой для перспективного увлечения. Акоп, лабиринт, тоннель и щит. Кто получил звание лучшего? А также огненная сена, польская вакцина и летняя осень. Синоптики предвлекли жаркую пятницу, когда похолодает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабрусь-Агромаш в преддверии Дня машиностроителя устроил настоящее шоу на концертной площадке Дворца искусств. После промгигант распахнул двери фирменного магазина. Подробности далее. Главную концертную площадку города окрасили в зеленые цвета. Бабрусь-Агромаш устроил по-настоящему яркое шоу. Главные гости – работники машиностроительной сферы. Накануне их профессионального праздника звучат поздравления. Программу открывает заслуженная артистка Белоруссии Алена Ланская. Давай улетим, где это мы, как ты, где мир любви похож на нас. Среди присутствующих и первые лица города Александр Студнев лично благодарит коллектив Агромаш за стабильность и порядок в непростое время. Для нашего города это градообразующее предприятие. И уверен, что на этом предприятии работают достойные люди. Они знают и уверены в завтрашнем дне. Я благодарен именно вам, работники предприятия, за вашу гражданскую позицию. Лучшим работникам грамоты и подарки. Чубурков Геннадий Викторович. Настоящий сюрприз для гостей – появление на сцене земляка Руслана Лехно. При первых нотах главного хита Руслана Лехно все явно идет не по сценарию. Со сцены звучит трек номер один – «Необыкновенная». Цвету горхидея и земной – «Спасибо». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Машина строителя. Мужчина строит города, дороги, поезда, самолеты, корабли. Но без женщин ничего бы этого не получилось. Мира, добра, радости, новых побед, свершений, мечт исполнений. И пусть в нашей жизни этот праздник будет таким, как Новый год. С праздником, с днем машина строителя. Праздничный концерт становится не единственным подарком для горожан в этот день. Еще один поджидает гостей уже на самом предприятии. На часах 15.00 на календаре 24 сентября. Через несколько минут откроется фирменный магазин «Агромаш». Вот этот золотой ключик и распахнет дверь объекта для всех желающих. И вот наступает долгожданный момент. Почетные гости открытия магазина. Еще одно событие хорошее. Теперь он открыт для всех желающих. Приобрести здесь можно буквально все, от аксессуаров до велосипедов. Майки, кофты, спортивные сумки тоже можно приобрести в фирменном магазине. Теперь «Агромашевца» будет видно хорошо и далеко. Бобрусь – весомый гроб на машиностроительном поле страны. «Агромаш» – завод тракторных деталей и агрегатов «Сельмаш». Что до виновника торжества, по всем показателям здесь плюсы. И по зарплате, и по экспорту. Побрусь, как «Агромаш» встречает данный праздник уверенно, с чистым сердцем, но с большими планами на будущее. Конечно, мы будем работать более все-таки плотно и активно еще с Российской Федерацией, увеличивая отгрузки туда. И уже даже в следующий месяц у нас прирост объема отгрузки в Российскую Федерацию на 20% к этому периоду, который уже есть. Поэтому мы будем прирастать в экспорте, ну и, конечно, не забывать про свою любимую Беларусь. В преддверии праздника всегда желают удачи. Потому что ситуация в мире такова, что, как это говорят, выигрывает тот, кому удача ближе. Но на нее нужно работать. Вот тот, кто работает, к тому приходит и удача. Ну, а я думаю, что у нас, как это, в той главной столице нашей Родины, говорят, что есть тут другая маленькая столица Бобруйска. Так вот, мне хотелось бы, чтобы, наверное, той хитрости, которая здесь есть у бобруйчан, ну, чуть-чуть капельку было и минчанам, и всем остальным жителям нашей любимой Беларуси. Еще больше эксклюзива в итоге к неделе. В это воскресенье в 20.30 на Бобруйск-360. Не пропустите. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск-360. Накануне вечером на пульт спасателей поступил звонок. ЧП на этот раз случилось в Малых Бортниках. На частном подворье Бобруйского района загорела сено. К моменту приезда сотрудников МЩС пламя затронуло 15 тонн. Полыхали 30 рулонов. Огнеборцы сумели спасти рядом стоящий дом и хозяйственную постройку. Их от очага возгорания деляли всего несколько метров. В результате пожара часть корма для животных уничтожена, остальная повреждена. Причина ЧП устанавливается. Новые соглашения «Заготовка свеклы» и «Первая партия» в Беларуси выпустят электромобили «Когда». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь оключит соглашение о сотрудничестве с пятью регионами России. Документы будут подписаны с Ленинградской областью, Башкортостаном, Хабаровским краем, Самарской и Курской областями. Соглашения нужны для развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. В стране в 2021-м планируют выпустить первую партию электромобилей. В нынешнем году для производства рассматривают машины нового поколения. Согласно поставленной задаче, электромобиль должен стоить до 25 тысяч долларов. В госорганах обсуждаются варианты финансовых стимулов для приобретения современного авто, например, скидки. Аграрии приступили к массовой заготовке сахарной свеклы. Один из лидеров по урожайности сладкого корнеплода – Гродненская область. Здесь выкапывают около 500 центнеров с гектара. Из-за засушливого лета уборка в этом году началась на две недели позже обычного. Однако все работы сельхозорганизации планируют завершить строго в установленные сроки. Параллельно идет отгрузка свеклы на перерабатывающие предприятия. Льготное кредитование Агроусаде предлагают продлить до 2030 года. Соответствующий проект указа вынесено общественное обсуждение на правовом форуме Беларуси. Основное нововведение – продление льготного кредитования на период с 2021 по 2030. По нынешнему законодательству они выдаются с 2010 по 2020 в сумме до 2000 базовых величин. Самолеты «Белавия» с 30 сентября будут летать в Москву. Предстановка рейсов в Ригу и Ларнаку продлена. Самолеты из Минска в Таллинн и Ашкабад не будут летать до 30 сентября. Во все аэропорты Грузии – до 31 октября. Предстановка рейсов в Будапешт продлится до 24 октября. Исключает 27 сентября. Стали очевидцем происшествия? Уйдетесь на решение на боевшие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруск-360» готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Комсомолу 100 во всех уголках страны прошли праздничные мероприятия. Бобруск не исключение. Как город продолжает отмечать юбилей, расскажет Максим Кембель. Комсомол отмечает вековой юбилей. Череда праздника продолжает свой путь. Сегодня центральной площадкой стал кинотеатр «Товарищ». В малом зале нет свободных мест. Здесь герои прошлого и правоприемники советского наследия. Ленинский коммунистический союз молодежи дал путевку в жизнь многим бобручанам. Они восстанавливали страну после войны, строили промышленные и социальные объекты. Комсомол – это моя биография, это моя жизнь, который дал мне все. Все, что у меня есть, я благодарна и признательна Комсомолу. Поэтому сегодня будем праздновать еще раз, вспомним своих друзей, коллег. Праздник столетия Комсомола – это передача эстафеты от старшего поколения младшему. Белорусский союз молодежи – правоприемник славных страниц истории. Вначале этот праздник во всех уголках нашей любимой страны. Хочется пожелать ветеранам комсомольского движения крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма. А мы, в свою очередь, молодое поколение, обязуемся сохранить и приумножить то, что создавалось комсомольцем всех поколений. В качестве подарков – грамоты, сувениры, песни и слова благодарности. Я говорю и ныне, комсомол – это гордость моя! Награждали и лучшие студотряды третьего трудового семестра, которые этим летом отдыху им предпочли работу. Напомню, в Королевическом музее был дан старт праздником. Выставка «Комсомол. Связь времен и поколений» открыта для всех желающих до конца октября. Максим Кембель, Максим Игалеонка, Бобруйск, 360. В стиле милитаре военная игра для учащихся колледжей прошла в Бобруйске. Базой вновь стал 147-й зенитный ракетный полк. Пройти полосу препятствий вызвалась и Анастасия Шевцова. Служба не только опасна и трудна. Армия – это дисциплина и школа жизни. Солдат должен уметь и автомат собрать, и марафон пробежать, и кровать заправлять под линеечку. Хотим приобщить их к армейской службе, чтобы они увидели, посмотрели, как живут солдаты, как проходит военная служба, чем они тут занимаются, как проходит физподготовка. Сегодня на территории зенитно-ракетного полка совместно с городской организацией БРСМ проходит военно-патриотическая игра, посвященная 100-летию Комсомола. Ребята из колледжа города Бобруйска пришли с позитивным настроением узнать все же, что у нас происходит в армии. На себе военные тяжбы испытывали учащиеся медицинского, механико-технологического, торгово-экономического, лесотехнического, аграрного и художественного колледжей. Ребята примеряли бронежилеты, научились справляться с Калашниковым и идеально заправлять постель. Гвоздь программы «Полоса препятствий» на стаметах расположились окоп, лабиринт, тоннель и щит. Главное не только скорость, но и командная работа. Все довольно-таки интересно, весело. Что-то было таким вот, казалось невыполнимым, как, например, «Полоса препятствий», но довольно-таки наши парни, как и девчонки, очень хорошо справились. В дальнейшем можно было бы еще поучаствовать в подобных мероприятиях. Весьма положительное впечатление, на самом деле. Давно такого не было. Понравилась больше всего «Полоса препятствий» и «Разборка автомата». Финальной нотой в знакомстве с армией стала настоящая солдатская каша. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 73 733 пациента с COVID-19. Зафиксировано 76 651 человек с положительным тестом на коронавирус. Лаборатории обработали свыше 1 776 000 тестов. Такие данные приводит Минздрав. Люблинская биотехническая компания объявила об успешном завершении первого этапа производства препарата от COVID-19. Лекарства создали на основе плазмы, выздоравливающих пациентов и людей, которые бессимптомно перенесли заболевание. Разработчики препарата сообщают, если он успешно пройдет клинические испытания, Польши станет первой страной в мире, которая создала эффективное лекарство против коронавируса. Первый месяц осени подходит к завершению оптимистично. Столбик термометров не прекращает бить рекорды. Температура за окном в этот четверг напомнила ушедшее лето. Надолго ли тренд? Смотрите прямо сейчас. Погода в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления. В пятницу ожидается переменная облачность. По юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Днем местами порывистый. Температура воздуха в темное время суток от плюс 7 до 13. После обеда до 26 выше нуля. В Аквадоре проснулся вулкан Сангай. Извержение накрыло пеплом банановые плантации сразу в четырех провинциях. Как минимум на 55 тысячах гектаров. Серьезно пострадал урожай. Это треть всех банановых угодий страны. Теперь Аквадор сократит экспорт популярной сельхозкультуры. От уменьшенных поставок пострадают главным образом Европа и Ближний Восток. Тропические пляжи на севере Гондураса превратились в настоящую помойку. На побережье обрушилась мусорная цунами. Волны прибили к берегу огромное количество пластиковых бутылок, пакетов и упаковок для продуктов. Речь идет о тонах отходов. Власти уверены, это мусор из реки в соседней Гватемале. Стране нанесен не только экологический ущерб, но и экономический. Регион может надолго лишиться туристов. Правительство Гондураса направило официальную жалобу в Гватемалу с просьбой срочно принять меры, чтобы мусор не вымывало в океан. Завтра в Бобруйске будет ясная погода с переменной облачностью. Воздух прогреется до 23 градусов. Ветер подует с юго-востока. Его порывы достигнут 7 метров в секунду. Осадки на ближайшие дни синоптики не прогнозируют. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...